Всех приветствую, мои дорогие друзья, мои подписчики, телезрители. Сегодня мы поговорим о такой необычной теме, про первый позвонок Атлант. Почему происходят травмы, какие травмы, на что влияют его подвыбихи различные и так далее. Какое влияние на нашу жизнь оказывает. Итак, еще в 70-е годы был такой доктор Пугач в Казанской Академии Медицинской. И он наблюдал пациентов в родах, когда у них были различные подвыбихи, как раз вот этого первого позвонка шейного, называется Атлант. И он наблюдал этих различных новорожденных и выдвинул такую теорию, что большинство из этих детей рождаются с вывихами, подвыбихами различными этого первого позвонка. И рекомендовал всем врачам, когда происходит рождение, сразу же после родов, заниматься мануальной терапией, вправлять этот позвонок, чтобы у ребенка впоследствии не было никаких проблем. Но, к сожалению, как обычно, советские врачи не прислушались к его советам, но зато на Западе сподхватили его теорию и стали этим как раз заниматься. И по сей день многие клиники, они этими вправлениями, мануальными исследованиями, контролем, они занимаются. После каждого рождения смотрят, чтобы не было вывиха Атланта. Впервые за границей стали говорить об этом, и даже разработали собственный метод. Это швейцарские врачи. В частности, в 93-м году швейцарский врач Клаус Цумкер сделал как раз открытие. Открытие-то уже до него, конечно, все это было сделано. Все, что сегодня открывается, это все забытое старое, естественно. Что первый шейный позвонок Атланта в результате как раз родовых травм повреждается. Причин очень много, и о причинах мы будем говорить в течение всей вот этой лекции сегодняшней. Когда через родовые пути ребенок проходит, у него могут случаться и вывихи, и подвывихи. С самого детства. Естественно, бывают и другие травмы, о них мы чуть ниже поговорим. Также еще в средневековье анатомы называли первый шейный позвонок Атланта. Это связано с его ключевой ролью в гармонии и балансе всего опорно-двигательного аппарата. Также проводились исследования в Европе, что оказалось, что от двухмесячного ребенка и до 90-летних стариков, чуть ли не у всех, оказывается, есть проблемы как раз с этим первым шейным позвонком Атланта. При прохождении как раз там графического исследования выявлялись как раз вот эти подвывихи, вывихи. На самом деле, эта проблема очень серьезная, и многие врачи ее недооценивают, даже сегодня. Я думаю, что 95% людей, которые смотрят сейчас это видео, они впервые услышат то, что я сегодня скажу. И имеет смысл обратить на это внимание, потому что ваша жизнь может кардинально измениться. Также бывает, что у матерей, которые рожают детей подвывихи и вывихи, есть Атлантов, а у детей нет. Это чисто такое травматическое повреждение, то есть никакое неврожденное, его можно поставить на место. Об этом мы поговорим ниже. И теперь более подробно по анатомии. У Атланта имеется по бокам два сквозных шипа. На основании черепа точно входят в отверстие Атланта, в замок, образуя своеобразный подшипник. То есть такой подшипник, который скользит. И это и есть правильное положение Атланта. Как обе крошечные шаловидные косточки черепа вместе с цапфой в виде зуба. Второго шейного позвонка. Второй шейный позвонок называется Аксис. У него зуб такой есть. То есть первый шейный позвонок отвечает за наклоны вперед-назад. А уже второй шейный позвонок, у него такой зуб есть. И вот этот шейный позвонок первый, он как бы вот так сидит. И зуб может вращать голову влево-вправо, вот так. А первый только отвечает назад и вперед. И вот два вот этих позвонка, это уникальная инженерная конструкция, которая позволяет вращать во все стороны шеи. То есть очень интересно. И вот этот второй позвонок четко фиксирует первый позвонок Атланта в его положении. В то же время сохраняя уникальную подвижность. Когда происходят подвывихи, да, могут по диагонали располагаться первый шейный позвонок. То есть будет полный вывих, подвывих. И когда в таком положении все время находится шейный позвонок, мышцы также есть гипотрофия, гипертрофия. С одной мышцей, если вы идете к мануальному терапевту, он вас прощупывает. И получается, что одна мышца как бы перенапряжена, другая мышца наоборот. Если вы ходили к таким специалистам, часто вам говорят, а вы знаете, у вас на одной стороне гипертрофии, а на другой нет. То есть у вас есть какая-то проблема. Вам начинают разминать, проминать. Так называемые шарики такие кальциевые разгонять от позвоночника. К сожалению, такие методы, они помогают только временно. То есть вы не получите именно постоянного эффекта. Какие отрицательные последствия смещенного Атланта? Вы сейчас будете очень сильно удивлены. То есть там такой огромный список просто. Это длительное давление на выступающее возле отверстия черепа кораниальное продолжение спинного мозга. В черепе есть такое отверстие, через которое проходит спинной мозг. И когда смещение Атланта наступает, это отверстие может сократиться. Многие врачи этого не понимают, недооценивают. Они считают, что это костное нарастание происходит. Сужается отверстие в черепе. У основания черепа отверстие, куда позвонок идет. А внутри уже проходят и сосуды базилярные, которые питают и мозг. И также спиной мозг проходит. И оттуда уже из мозга, долговатый мозг выходит, который из-за дыхания отвечает. Там есть различные центры. И из-за центра, который поддерживает кровяное давление. Об этом мы тоже еще поговорим. Вот эти нервные пути, которые там проходят и сосуды, очень опасны при сдавлении. То есть целый комплекс симптомов может возникать. Из-за этого нервный импульс он не может проходить свободно от мозга к организму. И это наносит колоссальный вред центральной нервной системе. Также в спинномозговом канале есть так называемая цереброспинальная жидкость. Примерно от 125 до 150 миллилитров существует этой жидкости, которая постоянно циркулирует у взрослого человека в пространстве спинного мозга. Если происходит сужение, уже нормальная циркуляция не может происходить. И поэтому может привести к тяжелым нарушениям. Артерии, которые я выше говорил, через петли боковых отростков атланта, как и другие расположены здесь артерии, могут сильно затянуты быть в вывихнутом состоянии атланта. То есть в принципе визуально не видно, что атланта вывихнутый, потому что шея-то видите какая, а внутри-то небольшой такой позвонок находится, и он там смещается, а за счет того, что мышцы здесь большие, шейные, иногда жир бывает, этого не видно. Поэтому эту проблему очень сложно определить, и многие врачи даже не задумываются об этом. Нарушается, может быть нарушаться, это функциональная способность мозга, центральной нервной системы, гормональная система, влияет на психику человека. Каждая отдельная клетка из триллиона клеток человеческого организма управляется и поддерживается мозгом через центральную нервную систему. И смещение атланта также уменьшает как раз проход между органами, да, по центральной нервной системе информации. То есть вы можете медленнее соображать, там, то есть такие вещи могут происходить. Итак, мы приблизились к перечню осложнений после бытовых травм, вызванных падением, сотрясением и других повреждений шейных позвонков. Про детей мы сказали. При кесаревом сечении может быть вывих под вывих, да, когда происходят роды, да, методом кесаревого сечения. При прохождении через родовые каналы и в течение жизни у этих детей, если они не вправили, да, сразу после рождения, поставили на место, возникают сопутствующие симптомы, синдромы целые могут возникать. Ребенок может развиваться медленно и так далее. То есть врачи будут лечить впоследствии этих детей, взрослых, для совершенно других заболеваний. Обследования проводить, дорогие анализы брать и так далее. То есть не хотим мы в традиционной медицине вникать в эти проблемы. Итак, после вот этих травм, когда человек в ДТП может попасть, то есть когда человек бьется, вот это вот движение кивательное, да, кто сталкивался, да, вот автомобильная катастрофа у кого были, вот это вот движение как раз, да, может сместить вот этот первый позвонок атлант. Когда может ребенок упасть, например, да, там, затылком удается с 50-сантиметровой высоты там. То есть вот эти все падения, они чреваты, естественно. Где-то вы на катке упали, спотыкнулись, упали, с лавочки упали. То есть вот эти все падения, они как раз-таки могут сместить атлант. И сначала люди как бы не замечают, при прохождении какого-то времени, они, ага, так, и может быть целый комплекс симптомов, вплоть до рвоты даже, головокружения происходят. Все зависит от смещения. То есть какие еще происходят симптомы? Хронические боли в затылке, в спине, да, нарушение подвижности головы. То есть это, если сразу после травмы это происходит, это хорошо, то есть вы можете пойти и сразу обратиться. А если это все постепенно будет проходить, вы не свяжетесь с этим. Вот это вот страшно на самом деле. Нарушение подвижности головы и плеч, мигрень, сильная метеозависимость может возникать. Часто наблюдается тяжесть, даже ноющая, боль в руках, онемение рук. Представляете, вот они вот... Человек ходит, там вот у меня у бабушки, да, рука не имеет. Вот один из признаков, может, через всю жизнь она вот это все пронесла сейчас, и вот у нее все это на старости лет это имеется. Сейчас она сильно похудела, и, естественно, это все может влиять также. Онемение рук может происходить, разбитость по утрам, судороги даже рук и ног, повышенные чувства, судороги, представляете? То есть можно связать, да, нехватка каких-то микроэлементов. А у тебя совершенно другая причина, бац, у тебя проблемы с первым шейным позвонком. Ну как так вот связать, да, придете к врачу, ой, доктор, знаете, у меня тут мышцы сводят, а доктор так, ну-ка, ну-ка, может там кальций там у вас, либо натрия проблема там. Дисбаланс вот этих основных щелочных макроэлементов. У вас нарушения какие-то, может быть, витамины какого-то нехватят. То есть видите, в тупик, какой часто заводят врачи такие вещи. Повышенная чувствительность может быть к шуму, снижение концентрации внимания, головокружения, также нарушение равновесия, ночные боли, простезия рук, шум в ушах, мушки в глазах, непереносимость яркого света, слезящиеся глаза, холодные руки, ночное потоотделение, а также нарушение памяти, кровоточивость десен, изменение обоняния, осязание из-за ложной информации о сверхчувствительности. Представляете, какие симптомы, да? Нарушение чувствительности языка и глотки. Человек не понимает, что он ест. Воспаление правого и левого уха. Повышенная чувствительность слуха. Плохой слух. А также некоторые особенности проблемы с опорно-двигательным аппаратом. То есть вообще колоссальные такие симптомы, да, там, с ушами, там, да, с глоткой. То есть с парастезиями различными, да, когда совершенно по-другому ощущаете чувствительность, то есть у человека есть несколько, как внутри нервных систем, да, то есть двигательная нервная система, это когда, там, ты чувствуешь, да, что ты не можешь поднять руку, или там слабость у тебя в подъеме повреждается, какие-то двигательные нервы. А чувствительные нервы, это когда ты не чувствуешь какую-то зону, то есть нет чувствительности, пропало. Либо наоборот, знаете, когда трогаешь, когда извращенная чувствительность наступает, боль такая при трогании, еще что-то, То есть ненормально, да, то есть что-то ненормально изменено. То есть может возникать различные вот эти вот симптомы. И естественно симпатическая и парасимпатическая нервная система, которая тоже там отвечает в организме за внутренние органы, за секреции различные там. Ну то есть тоже такие интересные системы, все они друг с другом сочетаются. И так далее, то есть не так все просто сначала, как кажется. И вот еще один швейцарский доктор, который в 90-х годах его зовут Рене Клаус Шумперли, разработал другой метод, который был связан с атлас профилакцией, так называемым. По-русски атлас профилакцией. Он проводится на человека только один раз. Такая методика вправляется один раз и все. Эта методика, она не описана ни в интернете, ни в книгах. По какой причине? Потому что люди сами не занимались самовправлением. То есть она немножко может быть опасна для человека, который не понимает. Есть общие какие-то моменты описания этой методики, как она проводится. Сам атлант, он не вправляется. Расслабляются вот эти затылочные мышцы вокруг этого атланта. Расслабляются. Проводится специальный такой приборчик. Есть массажер там определенный у них. И с помощью этого массажера массируется по определенной схеме. И постепенно этот атлант вправляется. Сам по себе. И считается, что один раз его нужно вправить на всю жизнь. И все, никаких проблем больше не будет. Я с этой методикой не сталкивался никогда. Сам его лично не видел. Потому что методик миллиарды существует различных. Считается, что вот эти все методики, которые разработаны сегодня, они малоэффективны, а вот именно вот эта методика, да, атлас профилаксис, да, она является очень такой мощной, когда делаешь ее один раз и на всю жизнь. При вывихе и подвывихе, что еще можно добавить? Даже нарушается весь позвоночный стол. Я сказал, что часть симптомов, но вот при подвывихе, вывихе, первого позвонка, поскольку у него наклон уже разный, становится от 15 до 40 градусов изменения, может быть. И все изменения, представьте, да, вот позвоночный стол, шейный отдел, грудной отдел, поясничный отдел, крестцовый отдел, все они вплоть до копчика, да, могут нарушаться. Все позвонки сразу изменяют свою структуру. По какой причине? Когда поворачивается на какой-то угол первый позвонок, весь позвоночник должен компенсировать это. То есть, если вы, допустим, ездите на машине, представляете, что если где-то с одной стороны машина, там, в подвеске, там, либо колесо сдуло, да, что-то раз происходит, а у машины, там, есть какая-то пневматика, которая выравнивает ее, и вся нагрузка будет идти на другой рычаг, тройной. Если вы будете так постоянно есть, подвеска выйдет и строящим. Также здесь организм человека, это такая биологическая машина, в которой все рассчитано и просчитано. Если же там с одной стороны есть проблема, то другая сторона на себя это берет. Если нет одной почки, значит, почка другая увеличивается в размерах, берет на себя нагрузку. Если же у человека как раз есть проблема с первым шейным позвонком, поскольку есть различные мышцы, в каждом отделе мышцы будут на себя брать нагрузку вместе с позвонками, ниже лежащими. А если же позвонок будет также изменяться в каком-то грудном отделе, поясните, вы можете чувствовать на протяжении всей своей жизни боли в спине, например, в грудном отделе, когда вы где-то будете там сидеть, либо идете в спортзал, у вас эта боль быстрее будет ощущаться. Либо в кровати вы на какую-то сторону, если замечали, переворачиваетесь, вам больно, а на другой стороне вам не больно. И каждый раз, когда даже вы сидите в кресле, например, и все равно вы будете ощущать, хочется вам чуть левее сделать, гиперкомпенсацию так называемую сделать. Вправо уже вот так вот садитесь, вам некомфортно, уже что-то давит и болеть начинает. То есть вот эта причина может быть всего одного позвонка шейного. Поэтому, если есть возможность вправлять перед, после родов сразу, если есть такие люди, специалисты, их надо найти. Что еще я хотел сказать. Есть такая клиника, Академия Атласа Профилаксис. Вы можете найти ее в интернете. Она в любой стране есть, по-моему, мира даже, по-моему, не только в странах СНГ, и в России, и в Украине, и в других странах, в Казахстане. И я уверен, что эти клиники и в Европе есть, и в Америке они везде есть. И вот там эти специалисты, да, гарантируют, что после уже одного такого серьезного раза уже происходит излечение полное. Человек себя будет гораздо лучше чувствовать, у него не будет никаких проблем. Даже могут продантозы возникать, когда искрепсать продантозы. То есть, все что угодно может возникать. Конечно, лучше работать с детьми, потому что, когда с детства вы контролируете уже своих детей, вправляете постепенно, да, вот эти вот не вправленные вывихи-подвывихи могут привести ребенка к определенным заболеваниям. И вы будете тратить кучу денег, кучу времени и нервов. Ребенок не сможет нормально учиться, развиваться. То есть, все в этой жизни взаимосвязано. К сожалению, поскольку врачи у нас неграмотные, в большинстве своем, приходится нам, обычным людям, самим повышать медицинскую грамотность. Это очень важные моменты такие. И поэтому мы должны обладать этой информацией. Итак, завершаю эту лекцию. Спасибо вам за внимание. Не болейте. Если эта лекция вам помогла, ставьте лайки, комментарии. Спасибо, до свидания. Увидимся на новых видео.